7 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Пятница, 8 декабря. Начинаем нашу работу. Буквально через час у нас в студии появится философ Тимофей Сергейцев. В 9 утра Вениамин Попов, директор центра партнерства, цивилизация МГИМО. И в 10 утра, как обычно, по пятницам, Ростислав Ищенко, президент центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро всем. Формула смысла в эфире. Много, конечно, новостей, событий. Первый час мы обычно обзором занимаемся. Но я думаю, что у нас все время в первом часе займет обсуждение вокруг всей этой олимпийской истории, конечно. Но первой позицией будет выдвижение Владимира Путина, фактически, ну, точнее, сообщение его о том, что он намерен выдвигаться. И вот эту тему западного давления и противостояния, направленного на нашу внутреннюю политическую жизнь, и, соответственно, на нашу страну в целом, пообсуждаем с Тимофеем, причем с таким важным аспектом, что такое там в терминах Зиновьева сверхобщество, что такое в терминах современной Америки глубинное государство, как и чему оно противостоит, и что, в принципе, ждать в среднесрочном разрезе ближайших месяцев. Вот об этом будем говорить с Тимофеем Сергеевым во втором часе, а Вениамин Попов в третьем часе. Понятно, планировали мы поговорить больше о событиях в Йемене, и тому, что там происходит, потому что Вениамин Викторович был и послом, и очень хорошо знал лично убитого президента Йемена. И вот анализ того, что там может и будет происходить, но понятно, что заявление Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля перевернуло вообще всю близне-восточную ситуацию, поставило на уши. Поэтому будем обсуждать это с Вениамином Поповым. Ну и, конечно, Украина, там много чего интересного и веселого, начиная от Карлсона, который улетал, обещал вернуться, потом вернулся. Потом искал душ. Потом искал душ, да. Но самое интересное, что неспокойную очень день и ночь провели в Евросоюзе и в Соединенных Штатах, и угрожали Украине забрать назад визг-визг, без визг, вот, потому что и еще какие-нибудь санкции ввести против Украины. Все это не связано ни с гражданской войной, ни с тем, что СМИ свободных нет на Украине. Связано это с тем, что украинский парламент попробовал наехать на Национальное бюро антикоррупционных расследований, вот, который является прямо западным органом управления внутри украинского государства. И это, конечно, и Евросоюз, и Соединенные Штаты очень сильно возмутило, и они сказали, что они терпеть такого не будут. Очень смешно. Пообсуждаем все это с Ростиславом в часе с 10 до 11. Вот такая программа у нас сегодня в формуле смысла. И 5, 5, 3, 3, 100, плюс 7, 900, 3, 170, 63, 63 наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы и активно присоединяйтесь. Да, ну вот, знаешь, по поводу, конечно, всей этой олимпийской истории, моки, вады, ехать, не ехать на Олимпиаду. Я вот так следил внимательно два дня за социальными сетями и понял, что вообще... И ты выжил. Не, я выжил, да, но у меня хорошая прививка, но, честно скажу, мне было очень тяжело, потому что это затягивает как болото внутрь, да, и обладает очень такой большой магнетической силой по вовлечению в хайп. Хайп – это состояние вот экзальтации, да. Ну и, в принципе, когда вбрасывается что-то внутрь социальных сетей, то эмоциональные планы, состояние экзальтации является главным товаром, который продвигается внутри этих социальных сетей. Но я сейчас не об этом хотел поговорить. Скорее я хотел поговорить вот об одном этом своем маленьком высказывании в соцсетях, про то, что когда Моковский вердикт прозвучал, я написал такую короткую совершенно фразу, что это момент истины для нас, как для политической нации. Вот я не знаю, кто чего из этого понял, поэтому я должен, наверное, просто пояснить свою позицию. Мы должны всю эту ситуацию использовать для того, чтобы научиться, для того, чтобы быть умнее. Вот так вот скажу. Специально подбираю самые простые, так сказать, слова, да. Вот. Потому что, в принципе, вот вся каша и вся неразбериха, сильно приправленная эмоциональным соусом, прежде всего, конечно, имеет целью то, чтобы мы потеряли общенациональное политическое сознание, которое и так нам с трудом дается, да. Вот. Поэтому я хочу первый час поговорить спокойно очень, предметно и попытаться действительно вычленить значимые моменты, которые должны помочь нам понимать то, что происходит и вырабатывать рациональное ко всему этому отношение. И выйти из состояния истерики, понимаешь, которая там сидит. Да, что, конечно, очень трудно. Я признаю, что очень трудно выйти в неэмоциональный план. Но хочу заметить, что, в принципе, во многом вся система действий построена была нашими противниками таким образом, чтобы ровно и погрузить нас исключительно в эмоциональный план. Итак, вот ты знаешь, несколько, там, пару лет назад и как-то в эфире нашей формулы смысла сказал, что, дорогие друзья, давайте будем внимательны и в историческом смысле будем понимать, что не все счета, исторические счета, нами оплачены за события конца 80-х, с самого начала 90-х годов, собственно, за развал Советского Союза. Тоже, наверное, эта формулировка была не очень понята многими, что это значит. Но вот на примере олимпийского хайпа я могу это пояснить. Вот задайте себе вопрос, почему Советский Союз вступил в это олимпийское движение только в 1952 году, после того, как у нас уже был авторитет победителей фашизма, была мировая система социализма, и начала формироваться система зависимых от Советского Союза стран. Вот при этих условиях товарищ Сталин посчитал возможным включение Советского Союза в так называемое общественное олимпийское движение. Почему так называемое? Потому что вообще-то противостояние России в международном спорте началось еще до Советский период, еще во времена империи, начиная от принципов организации судейства, и таких историй полно, и самых скандальных, и заканчивая другими ограничениями, которые против нас цивилизованный мир использовал еще тогда, когда мы были Российской империей. Ну, там, не знаю, самые громкие истории, например, это история с нашим гениальным борцом Иваном Поддубным. Вот если кому интересно, можно поизучать, как он участвовал тогда в чемпионатах мира, что там происходило, вот, вы все поймете. Поэтому Советский Союз включился в это общественное движение олимпийское уже после войны, в начале 50-х годов, в тот момент, когда наша советская система вместе с социалистическим лагерем и тем, кто к нему стремился, ну, была в состоянии как-то противостоять другой части мира. И это очень важный принцип. Вот. А проблема заключается в том, что когда Советский Союз распался, мы посчитали, что ничего не поменялось. Во-первых, все очень радикально поменялось. Во-вторых, ну, иллюзия о том, что есть, с одной стороны, как бы чистый спорт, но в крайнем случае чистый бизнес на спорте, и в котором есть свои неполитические правила. Да, но нет политики. Да, она существовала очень долго после распада Советского Союза, навеяна была, конечно, общечеловеческой идеологией и разными другими благоглупостями. Вот. И в этом мы пребывали довольно долго. Поэтому пункт первый. Не все исторические счета за геополитическую, крупнейшую геополитическую катастрофу 20 века оплачены нами. Вот. И не все еще осознанно. Поэтому вся история вот со спортом, она лежит в этом русле. Конечно же, это история политическая. Вот здесь, от этой рамочки перейду к рамочке ситуативной. Вот, когда мы говорим все время политическое, то это как бы, знаешь, уже как клише такое, тоже прибитое к стенке. И многим людям, наверное, это уже надоело. Политическое, политическое. Что вы там дычите? Что вы имеете в виду? Ну, вот, чтобы было понятно, необходимое действие сделал Владимир Путин на этой неделе. Потому что мы же много раз обсуждали, что весь этот скандал с допингом, допуском, недопуском к Олимпиаде и всем остальным имеет политическое значение, направлен против нашей страны, более локально направлен на оказание давления и влияния в ходе избирательного процесса президентского. В принципе, Олимпийский скандал, это был и есть до сих пор, был в прошедшее время неправильно, да, является одним из ультиматумов, одним из ультиматумов, которые предъявляют нашей стране, вот, нашей политической системе и лично Владимиру Путину. Это один из ультиматумов. Есть еще другие. Ну, там, в частности, Украина является, там, таким же ультиматумом, как Олимпийское движение. Вот. И когда МОК принял свое решение, политическое, сделанное в политическом пространстве, Путин ответил им в том же самом политическом пространстве. Ну, грубо говоря, он сказал, не дождетесь, я выдвигаться буду. Вот, если вы думали, что... Что расчет будет на то, что вы нас тут попытаетесь, да. Что вы сможете повлиять, надавить. Понимаешь, за всем веком была еще история 2011 года, где тогда вообще все это не скрывалось, да, когда Байден приезжал в Россию в марте 2011 года. Товарищи бегали в посольство. Нет, он встречался со всеми оппозиционерами, встречался с Путиным. А оппозиционеры прямым текстом сказали, что вообще-то Байден провел с Путиным воспитательную беседу, что Путин не должен выдвигаться в 2011 году. Кстати, обратите внимание, всего-то 6 лет назад это было возможно. Потом Байден ходил к студентам МГУ, читал там лекцию. Вот, вся лекция состояла из рассуждений о том, как хорош Медведев, и ни одного упоминания Путина. Это была американская ставка. Ну, кстати, потом, когда Медведев вышел на съезде и рассказал, что выдвигаться будет Путин, у них, конечно, был абсолютный шок. Они потеряли на тот момент способность влиять на ситуацию и управлять ею. Потому что они искренне верили, что они уже Дмитрия Анатольевича, ну, так в широком смысле, перекупили или перевербовали. Как они к этому относятся, понимаешь? Они в это искренне верили. И в один момент, в сентябре 11-го года, эта вера у них обрушилась. Это любопытный был момент. Но это так, воспоминания. Но повторяют они то же самое. Все истории с санкциями, олимпийскими движениями нужны только для одного. Это формы предъявления ультиматума нашей стране, нашей политической системе и лично Владимиру Путину. Когда он вышел на этой неделе и сказал, не дождетесь выдвигаться, я буду. И выборы будут, и народ будет решать вообще, что дальше. Это и есть этот политический ответ на политическое давление. Ну, вот здесь я бы пока поставил тоже точку с запятой с Тимофеем Сергеевым, в следующем части подробно это пообсуждаем. Возвращаемся к олимпийскому... Хайпу. По-другому не скажешь, правда. Что нужно еще понимать? Вот кроме политической компоненты, вот нужно понимать, что, конечно же, Томас Бах, другие функционеры МОКа сами находятся под чудовищным давлением. И то, что они решили вот там на МОКе, это такое, конечно, это образец скрещения ужа и ежа. Два метра колючей проволоки получилось в результате. Потому что, ну, Баху действительно приходилось и приходится как уж у нас ковородки крутиться. Потому что, с одной стороны, есть сильное давление этого глобалистского сверхобщества, а подтверждается это, кстати, еще несколькими заявлениями, которые же после решения МОК были. Ну, там, первое, это рыцарь без страха и упрека Герр Зеппельд, который сразу сказал, что вообще в этом решении МОК, он видит признаки сговора между Россией и Международным Олимпийским комитетом. И что Олимпийский комитет прогнулся под Россию и не сделал самого главного. Вообще, как бы, нашу страну не уничтожил. Ну, не запретил, да. Да, запретить надо было вообще нашу страну, МОКу. Так считает Зеппельд. И параллельно с этим ВАДА продолжила свою линию, потому что они по-прежнему требуют, чтобы мы признали именно доклад Макларена, а не решение МОКа. И на этом все не закончится. Не закончится также, ну, я считаю, этим решением МОК, которое было. Потому что никто Баха и других функционеров МОКа из-под этого давления западного сверхобщества глобалистского и американской управляющей машины вот вынимать не будет. И на них будут дальше давить. И вот, как бы, там некоторые замечания о том, что, ну, вот после Олимпиады ситуация закончится. То есть все успокоятся. Я бы вообще не был так оптимистичен. Понимаете? Потому что, ну, МОКовских чиновников очень хорошо зажали очень неплохие тиски. И будут из этого котенка выдавливать все, что только можно. Поэтому у меня нет такого прогноза, что все на этом закончится. Итак, вот это МОКовское решение было очень гибридным. Модное слово. Понимаешь? Очень гибридным. Но главное там содержалось. То, чего они не могли сказать, потому что, ну, тогда действительно пришлось бы похоронить все их, так сказать, движение по-настоящему. Это про то, что... Про государственную систему. Пришлось прямым текстом написать, что никаких доказательств государственной системы допинга нет. Вот просто записали в доклад Шмидта. Кстати, интересно. На ВАДу это не повлияло. Понимаешь? ВАДА по-прежнему продолжает... Настаивает на докладе Макларена. Признайте. Да. Ну, в принципе, можно проводить теперь между ними спор. Доклад Шмидта против доклада Макларена. Вот. Так а что же признавать, когда в докладе Шмидта написано, что никакой государственной системы не было. Вот. Но, в принципе, крутясь вот так, как уж на сковородке, довольно много ошибок они допустили. Потому что им нужно было выкручиваться и не совсем, конечно, эффективно против страны они действовали в плане нашей страны и в плане Роскова. Вот. Потому что, ну, если ты признаешь, что против государства обвинения несостоятельны и доказательств нет, но что-то надо же сделать, да, то они двигаются в сторону общественной организации Российского Олимпийского комитета. Вот. И говорят, ну, вот все, вот весь бедлам, который происходил у вас, вот. Но, кстати, при этом мы точно знаем, я никого здесь не собираюсь, так сказать, отмазывать заведомо, что случаи употребления допинга у нас точно были. Ну, были. Вот. Мы точно знаем... Ну, и наши антидопинговые комитеты фиксировали, это отстраняли, это все было. Мы точно знаем, что вот сам Родченко всего, всей психоневрологической и бизнесовой историей и уголовным расследованием против него, которое было, а потом почему-то закрылось, это тоже наша ответственность. Знаем мы и не собираемся от нее отказываться. Вот. Поэтому... Но государство обвинить не удалось. Тогда что? Ну, за все отвечает Олимпийский комитет российский. Давайте его дисквалифицируем. Я, кстати, ты знаешь, как хорошо, что их туда вытолкнуло. Потому что у нас могла бы быть гораздо более сложная дилемма, чем есть сейчас. Вот нас, Национальный Олимпийский комитет, ОКР, Олимпийский комитет России не дисквалифицировали бы, а приняли бы, например, такое решение, что Олимпийский комитет остается. Он везет сборную страны. Внимание, да? Но есть условия. Сборная страны будет без флага и без гимна. И вот тут у нас по-настоящему возникла бы серьезная история. Потому что тогда я здесь повторю те слова, которые я говорил несколько раз в эфире. Национальной Олимпийской сборной без флага и без гимна не бывает. Именно сборной. Не может быть, в принципе. Если бы они приняли такое решение, у нас были бы сложности. Я думаю, что такие очень серьезные. Но они при этом считали, что все равно ловушку... Они уже сделали, и вот это падает. делали, да. Потому что... Ну, это заметно по тем же соцсетям. Но они Олимпийский комитет при этом дисквалифицировали. А значит, вопрос об участии национальной сборной всех видов отпал сам собой. И, кстати, здесь слово бойкот становится очень странным. Да? чего бойкотировать на уровне национальной сборной. Национальной сборной не будет. Ну, кстати, им это сказал и Путин. Не будет национальной сборной, все понятно с этим, будем разбираться стратегически, а тактически, лично, пусть каждый человек, каждый спортсмен решает. Сам для себя решение. Личное решение. Мы сейчас должны прерваться, у нас реклама и новости, потом продолжим. 7 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу. 5-5-3-3-100 и плюс 7-900-3-1-70-63-63 наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Ты продолжишь, потом вот на некоторые комментарии наши слушатели мы обратим внимание. Ну, я надеюсь, что я просто вижу все ваши сообщения, которые вы присылаете. Просто я не всегда их зачитываю, но при этом в своих рассуждениях я учитываю то, что вы пишете и стараюсь отвечать. Потому что, если все зачитывать, то точно времени не хватит. Спасибо вам большое за ваши сообщения. Ну, какие-то я и зачитаю. Итак, точно нужно понимать, что есть стратегические моменты, стратегический подход ко всему этому спортивному движению. И здесь все, что я обсуждал последние два года, никуда не делось. Я по-прежнему утверждаю, что эта система является мошеннической, политической машиной по зарабатыванию денег, прежде всего. Вот все современное олимпийское движение. И внутри нее мы очень мало что можем сделать, на самом деле. Вот. Стратегически нужно выстраивать совершенно другую альтернативную систему. то есть, грубо говоря, перевернуть стол, на котором идет жульковатая карточная игра. Но это вопрос стратегии, друзья мои. И здесь очень важно, но на первом шаге не поскользнуться. Потому что, если ты выйдешь, что-то прокаркаешь, а потом не сможешь это сделать, то убытки будут такие, что лучше бы ты молчал бы в тряпочку. нужно точно понимать, что создание другой мировой спортивной системы, основанной на других принципах, это вопрос многолетний. Понимаете? Многолетний. Ну, вот, кстати, в связи с выдвижением Путина. Было бы хорошо, чтобы нашлись люди среди наших политиков и чиновников, которые внутрь там новой избирательной программы путинской заложат такой блок. Что нам делать с организацией спорта, мирового и своего? И что делать с той системой, которая там есть? Потому что для всех очевидно, что это... Система, которую нужно менять. Вообще-то это, так сказать, спортивное движение фармакологических и химических корпораций, основанное на справках, которая, ну, да, которая дает возможность по-вторых этого зарабатывать большим компаниям производителей разных потребительских товаров и развлекательной индустрии. Вот что это такое. И опять же, я повторю то, что я два года назад говорил, что в принципе создавать нужно другую систему на других принципах. Может быть, много лиг там должно быть. безмедикаментозная лига, например, да? Лига паралимпийцев, куда надо всех астматиков норвежских записать и гимнастку американскую. Ну, они паралимпийцы, понимаешь? Потому что, если ты не можешь... По состоянию здоровья люди, которые принимают препараты, из-за этого получают Если ты не можешь заниматься, не отличаешь там коня от брусьев, потому что у тебя синдром рассеянного внимания, и тебе нужен сильный наркотик, чтобы ты начал различать его, ну, так это вот в какой-то такой спорт. Может быть, чистая лига, ну, я бы ее назвал там химико-фармакологическая лига. Вот. И туда идут люди, которые, ну, вот как бройлеры, для того, чтобы мяса много было, их колют там всем, да? Вот, в принципе, химико-фармакологической лиги, там можно все. То есть, кто во что гораздо, лучше, сильнее, но под препаратами. Это большое соревнование фармакологической компании, вот в этой лиге. Кстати, посмотрим, кто с точки зрения осмотребельности выиграет. Ну, фабрика бройлеров или безмедикаментозная лига. Ну, это, я просто, понимаете, сейчас, когда я все это говорю, смотрите на это, как на некоторый эскиз, задающий пространство вызова, да, что нужно проектировать и про что нужно думать. И это точно вот быстро, прямо ситуативно сейчас не сделаешь, потому что, но хотелось бы, чтобы уже сейчас прозвучала формулировка о том, что всю систему, в том числе и мировую, надо менять спорт. Никакой вада там не должно быть. И такого международного олимпийского комитета, зависимого от всех, от кого возможно, тоже не должно быть. И спортивное движение должно быть другим. И спортивный арбитражный суд должен быть другим, понимаешь? Точно, совершенно, да. Он не может быть арбитражным, он должен быть гражданским, там факты должны устанавливаться. Ну, чего КАС не делает. Ну, мы это много раз обсуждали. Это стратегия. А есть еще среднесрочная тактика, а есть вообще ситуация сегодняшняя. И вот все это нужно рассматривать по раздельности. Вот сейчас к ситуации и к хайпу, которая существует. Я с одинаковым ужасом смотрю на тех, кто кричит ни шагу назад. Вот, спортсмены, если поедут, они предательны. И с таким же ужасом кричу на тех, что защитите человека, спортсмены, они тоже люди, они должны, значит, ехать, ехать, куда ехать, чего ехать. Никто ни в чем не разобрался. Абсолютно. Ну, выстраивается куча манипуляционных конструкций по этому поводу. Таких очень красивых, метафор манипуляционных. Например, очень броско. Защитникам Брестской крепости тоже можно было сказать, что они нейтральные. И знаешь, у меня внутри все поднимается, потому что Брестская крепость для меня святая. Ну, точно совершенно. Но потом надо напрячь волю и задать себе вопрос. А, ну, спортсмены, они что, присягу какую-то принесли, в которой содержались какие-то обязательства? Или можно спортсменам приказ отдать ни шагу назад? Или еще что-то? И ты понимаешь, что метафора красивая, эмоционально мощная, но к делу отношения не имеющие. Потому что все гораздо сложнее. И таких примеров огромное количество там. Поэтому здесь хочу заметить, что очень важно понимать точность того, что сказал Путин по этому поводу. В личном качестве каждый сам будет решать, что ему делать, ехать или не ехать. В личном качестве. Кстати, обратите внимание, как интересно получилось. готовились к тому, что мы так лоханемся, и будет решение политбюро какого-то современного. Кстати, где у нас политбюро? Когда многие начинают говорить, что там бойкот и так далее. Сейчас партия объявит. это я хочу вам напомнить, что, например, ну, там всякие решения были так-то. Парт собрания сборной страны по хоккею. Вот. Выходил человек, парторг сборной, говорил, там, там, в ЦК есть мнение, что ехать там, например, нам не надо в 84-м году в Америку. Ну и все. Теперь вопрос. Какое парт собрание, в какой сборной у нас будет проходиться? Кто будет отдавать приказ? Но при этом очень надеялись, да, что как-то наша власть такой приказ отдаст. Не получилось. Готовились к этому. Кстати, обрати внимание, в это же время вышли заявления Корейского оргкомитета и Бах тут же рассказал про то, что русские спортсмены не переживайте, все обеспечение вам будет, мы вам заплатим, да, все будет хорошо. Готовились. Капкан щелкнул, никто туда не попался. Внутри этого капкана. Теперь хочу про само содержание нерва эмоционального. Вот когда люди говорят, исправьтесь от слова паразита, хайп. Вам оно точно не идет. у меня нет такого слова паразита, а действительно есть такая сущность введения в экзальтацию больших масс людей или малых групп. Я же пояснил, что я имею в виду. Поэтому это точно не слово паразит. Так вот, для экзальтированных хоть с одной стороны, хоть с другой. Вот когда кричат ехать, ехать, спортсмены, конечно же, ехать, все, так сказать, многие, по крайней мере, говорят. Я говорю, ну, наверное, я не возражаю, может быть, и ехать. Но давайте подумаем сначала. Потому что спортсменам, они 12 числа соберутся, будет Олимпийское собрание, они будут думать. И хорошо бы, чтобы они подумали. Потому что я вижу очень много вопросов внутри этой установки. Ну, вот смотри, например, ехать на каких условиях? Кто-нибудь знает? Как их будут отбирать? Кто-нибудь знает? Вот последнее, что я увидел, но выяснилось, что МОК будет формировать комиссию по отбору с антидопингом. И вообще отбор будет продолжаться, знаешь, до когда? Ну, практически до лета самолета. Точно. До конца января. А игры стартуют 9 февраля. То есть, они будут держаться в этом подвешенном состоянии до последнего? Я хочу спросить у всех, которые кричат ехать, ехать, безусловно, безусловно ехать. Но можно задать вопрос, вы куда собрались ехать, на каких условиях и кто? Потому что я точно понимаю, что под давлением Зепельта и Вада эта комиссия проведет такую чистку при отборе наших спортсменов. И такую нервотрепку устроят. Вот все, которые визжат про то, что надо, безусловно, ехать. Предметно не хотят разобраться с тем, что там будет вот в этом, ну, в этом отборе. И какие унижения еще там спортсменов ожидают. И какой состав поехавших будет. Потому что, когда Путин сказал, не исключено, что будет целевое действие, чтобы никого из сколько-нибудь сильных не допустить, то президент сказал прямым текстом. Ну, а дальше же цель понятна. Ну, сильнейших не допустят. Те, кто послабее там третья, четвертая номера наших видов спорта, ну, покажут результаты в миру своих сил, как бы они не боролись. А дальше поверх этого будет новый хайп. Ну, видите? Вот они без допинга, Без допинга русские это все. Мы сейчас прервемся на погоду, потом продолжим. 7 часов 48 минут в Москве. Возвращаемся в формулу смысла. 5-5-3-3-Вести плюс 7-900-3-1-70-63-63 наши эфирные координаты. Почему не говорите, что штаты и сами возможны своих спортсменов не пошлют? Ну, это есть такой момент, да, но что мне до Соединенных Штатов? Пошлют, не пошлют, это, собственно, личное дело. Ники Хелли в интервью Фоксу заявила, что вопрос поездки открыт для американской формы. потому что Соединенные Штаты возможно будут бомбить, так сказать, корейский полуостров в это время. То, естественно, они своих спортсменов не пошлют. Мы будем следить за тем, как эта линия будет развиваться. Меня больше всего мы интересуем. в данном случае. И наша способность думать, анализировать, ставить цели и принимать реалистичные решения. Итак, вот, давай вернемся к вопросу. Вот появился с одной стороны лозунг не шагу назад, а с другой стороны, значит, типа лозунг ехать и побеждать. Понимаешь, очень много. Но красиво, красиво, тоже эмоционально приподнимает, правда? Ехать и побеждать. Елки. Сразу как-то я испытываю некоторое воодушевление, я бы даже сказал. Скажите, а что будете, если ехать и не побеждать? Что вы будете делать тогда с этой душевной травмой? Это же хороший вопрос. Вот один аспект я обсудил про то, как будут отбирать. Теперь давайте второй аспект обсудим. Это все нужно будет анализировать, внимание, нашим спортсменам до 12-го числа, так сказать, внутри себя, внутри федерации, команд, коллег, а 12-го числа нужно будет принять какое-то решение на Олимпийском собрании. Вот про отбор я уже сказал. Теперь про самоучастие. Понимаете, наши спортсмены будут без официальной российской делегации. И чиновнической, и МОК, и Национального Олимпийского комитета. В любых ситуациях провокации этому спортсмену даже обратиться не к кому-то. Да, они там предоставлены сами себе, по сути. Понимаете? Никто не помочь им, не защитить в случае любой провокации там не сможет. Потому что там не будет ни делегации Олимпийского комитета нашего, ни чиновничьей делегации не будет. Это будет выглядеть так. Где-то в МОК. А то, что такие провокации будут, начиная от допинг-теста и заканчивая судейством, у кого-нибудь есть сомнения? У меня нет никаких сомнений, что это будет там. И что будет с тем спортсменом, которого несправедливо что-нибудь с ним там сделают. От отстранения до еще чего-нибудь. И кто будет вообще этим заниматься? Это второй аспект. Третий аспект это обеспечение, потому что непонятны возможности всей поддерживающей инфраструктуры спортсменов. От массажистов до сервисеров и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, наверное, можно ехать, бежать на лыжах, но если они у тебя без сервиса, то ты далеко убежишь. Я немножко, может быть, утрирую, но в порядке иллюстрации просто. И это далеко не все вопросы, которые нужно решить. И ответить на них нужно спортсменам, которые решат ехать. Потому что можно поехать и оказаться там мальчиком для битья. И сам себе навредишь. и в целом навредишь. Тут очень много проблем. Очень много. Поэтому ехать и побеждать красивый лозунг. Но только если с ним начать разбираться, то возникает огромное количество вопросов. Огромное. Ну, про другую сторону и про бойкот, и про приказ, который должен был отдать то ли президент, то ли премьер-министр, никто никуда не едет. Но это тоже форма бреда такая же. Очень красивая. Но нереализуемая. Абсолютно. И, знаешь, у нас не так много времени осталось. Я в части своей позиции. Моя позиция очень простая. С одной стороны, вот я это сказал, что сборных команд без флага и гимна не бывает, сказал до решения МОК и всего того, что здесь происходит. В этом смысле, к счастью, они не приняли, не додумались самого иезуитского решения, когда пришлось бы решать, может ли поехать команда, но без флагов и без гимнов. У нас нет этой ситуации. В этом смысле команды страны большой у нас не будет там в любом случае. вот, и здесь все ясно. В этом смысле страна не участвует, она исключена, страна не участвует. Могут участвовать люди в личном качестве, и никто им что-либо приказать, как приказать ехать, так и приказать не ехать не может. Ни законодательно, ни по Конституции, ни по Олимпийской карте, не может. А парткома, который всегда стоял выше Конституции, закона, Олимпийской карте, у нас сейчас нет. Может быть и слава Богу. Потому что есть возможность подумать. Это невероятно больно и тяжело заставить себя подумать. Это вообще мучительная штука, понимаешь? Ну, заставить себя подумать и самому принять решение. Без парткома. Хоть московского, хоть вашингтонского. Вот без парткома. Это относится не только к спортсменам, а и к тем, кто следит за всем этим и участвует в так называемых дискуссиях в соцсетях. Это касательно моей личной позиции. Ну, кстати, могу сказать, что когда примут решение, тогда я и буду определяться и посмотрю, что они при этом считают. Как к какому решению относиться? Не хочу забегать вперед. Это же их решение, пускай и примут. Наши спортсмены. Ну, личное решение каждого из них. Вот. Теперь просто хочу рассказать одну историю, которая... У нас 40 секунд, я не знаю. 40 секунд. Не успею рассказать историю, но, может быть, будет какое-то окошко, я ее все-таки расскажу. Она касается фильма «Матч» и так называемого «Матча смерти» в Киеве. Просто я, как сопродюсер фильм этот делал, много чего изучал. Так вам просто скажу, только параллели не проведите прямых. Когда наши Киев освободили, было написано несколько доносов в НКВД, что этих футболистов нужно срочно привлечь, судить и расстрелять за сотрудничество с фашистами, потому что они в футбол играли там. Прервемся. Продолжение следует...